шамати статья 64 от лоли шма приходят клишма от лоли шма ради себя приходят клишма ради творца если мы внимательно вглядимся то обнаружим что период духовной работы когда человек еще работает с намерением ради себя намного более важен потому что в нем легче соединить свои действия с творцом ведь лешма человек говорит что совершает это доброе действие потому что работает полностью на творца и все его действия ради творца выходит что он хозяин своих действий тогда как если занимается духовной работой лоли шма с намерением ради себя то доброе действие он делает не ради творца поэтому он не может обратиться к творцу с претензией что положено ему вознаграждение выходит что творец не становится в его глазах должником но почему человек совершил доброе деяние только потому что творец дал ему возможность чтобы эгоистические желания обязали человека это совершить например если явились люди к нему домой а он стыдится сидеть без дела то берет книгу и показывает что изучает тору получается что учит тору не ради творца не потому что он обязан ее учить не ради выполнения заповеди чтобы понравится творцу а чтобы понравится своим гостям но как можно после этого требовать вознаграждение от творца за изучение торы который занимался ради гостей получается что творец не становится у него должником а может он требовать вознаграждение от гостей чтобы уважали его за то что он изучает тору но ни в коем случае не может требовать от творца а когда анализирует свои действия и говорит что в конце концов он занимается торой и отбрасывает причину по которой занимался то есть гостей и говорит что с этого мгновения он занимается только ради творца то немедленно обязан сказать что все не сходит свыше и творец пожелал исправить его чтобы занимался торой и дал ему истинную причину занятий но поскольку недостоин он принять правду творец посылает ему ложную причину чтобы с помощью этой долл ложной причины он занимался торой выходит что все делает творец а не человек потому обязан он воспевать творца который даже в таких низких состояниях не оставляет его и дает ему силы и энергию для того чтобы желал заниматься торой и если человек внимательно всматривается происходящее с ним то обнаруживает что творец единственный кто действует как сказано он один совершает и будет совершать все действия а человек своими добрыми поступками не совершает никаких деяний ведь хотя он и исполняет заповедь но делает это не ради заповеди а ради иной посторонней причины но правда в том что творец он истинная причина вызывающая все действия человека однако творец одевается для человека в различные одеяния но не в заповеди ради страха или любви к чему-то иному они к творцу получается что в состоянии лоли шма иногда работает не ради творца легче отнести к творцу свои добрые действия сказав что это творец совершает добрые деяния а не сам человек ведь человек не желал совершать эти действия ради заповеди а только ради иной причины тогда как в состоянии лишма человек знает что работает ради заповеди то есть он сам захотел выполнять заповедь не потому что творец дал ему в сердце желание выполнить заповедь а потому что он сам избрал это истина же в том что все делает творец но невозможно постичь ступень личного управления прежде чем постигает человек ступень управления вознаграждением и наказанием www.kabala.info Продолжение следует...